Что собой представляет плодный пузырь? Ну все мы знаем куриное яйцо и все его когда разбивали, когда оно сырое, видели такую тонкую, но достаточно прочную пленку. Вот это вот такая вот внутренняя оболочка, вот такая же примерно она и у людей. Вот так вот и защищен этот ребенок. Причиною подтекания может стати звичайная инфекция. Когда есть входные ворота и у женщины во влагалище инфекция, вот и она там прижилась хорошо, она дает гнойное выделение, в том числе и тот же кандидоз молочница может быть причиной, но проникает и достигает через шейку матки, достигает вот этих плодных оболочек. В районе там столовая ложка, может быть там кубиков 10, 20, 30. Воды все равно продуцируются, они продуцируются этими плодными оболочками и это моча производства плода, плод пьет там, там же и писает. Вот это нормальное явление. Иснует два виды подтекания. Первый – миттеве. Подтекание может быть сразу одномоментное. То есть вот в области там, в нижнем сегменте, сразу вылились эти воды. Вот. И в разном сроке. Начинаю от 12 недель, когда вода уже приличная, в маточке. И до конца беременности. Також медики говорят про подтекание при боковом надрыве. Когда вот есть такой высокий боковой надрыв плодного пузыря, чем больше срок, тем можно дотянуть до чего-то. Естественно, тогда прибегают к назначению антибиотика. И даже можно так месяц дотянуть. Как диагностуется подтекание медиками? Во-первых, на УЗИ. Если это такое интимное слегка подтекание, есть у нас лаконосовые бумажки, которые любой врач может. Есть влагальщики слэш-сорида, вода щелочная. То есть мы легко разбираемся. Есть тесты. Подтекание навколо плодных вод – не вирок, а диагноз. У вас есть шансы народить здоровую дитину. Могут и 4, и 6 недель вот так на антибиотиках прозреть, дозреть плода. Если, предположим, он 30 недель, то до 36 разница большая и в весе, и в зрелости. Потому как в зрелости гачной, прежде всего, ткани, сможет ребенок это дышать. Это очень много значит. При подтекании йде мова про сбереження здоровья та життя майбутнього малюка. Тому лекарі в цих питаниях категоричні. Это только стационарная ситуация. Женщина лежит, она просто лежит. Хоть тушкой, хоть трубиком ходить не можно. Иначе это все будет усугубляться. Деякі майбутні матуси панікуют, почувши про те, что им доведется принимать антибіотики. Но при подтекании вод – это действительно необходимость. Вот они входные ворота, вот и воды, и все, надо оберегать своего плода, потому что точно так же будет подвержен воспалительным, очень сильным воспалительным таким септическим влиянием. Есть определенные антибиотики, которые не влияют плоду. Есть антибиотики, которые категорически нельзя беременным женщинам. Естественно, что доктора выбирают такие антибиотики, которые никак не повредят. Что делать, чтобы запобегти такой неприемности, как подтекание навколоплидных вод? Следить надо, прежде всего, за чистотой родовых путей, чтобы не было таких вот нюансов, которые могут. Потому что 70-80% – это наружная причина, чем внутренняя. Субтитры создавал DimaTorzok